Я сломал. Жизжийство это просто... Конечно, небезопасно. Миллионы минут дома тебя ждут. Кремы и лосьоны, и панталоны. Это все ради тебя, ради тебя. Только сиди дома. А теперь, ребята, добавим в ваш ежедневный комплекс активности, ну, будь то какая-нибудь аэробикова, телевизор, или йога, или капоэра. Кабрини выпустил неплохой сейчас урок. Капоэра для бюджет. Для тех, кто хочет чего-то новенького. Для тех, у кого люстры висят очень высоко. И безопасно. Итак, простой комплекс в качестве домашнего задания. Исходное положение. Я лежу на спине. Ноги стоят здесь. Как будто бы противник сложил мой гард и поставил ноги на пол, зафиксировав их с обеих сторон, став на колене. Моя задача выйти отсюда в бутерфляй-гар. Пальцы к нему навстречу достаточно глупые истории, он себя на меня остановит. Поэтому я буду это делать через бок, через небольшую креветку. Раз. Упор. Я теперь делаю обратную креветку. И по округу, не открывая там пространство, по округу выхожу в бутерфляй-гард. Отсюда следующее техническое действие. Отсюда следующее... Ты меня записываешь, нормально? Да, записываю. Отсюда следующее техническое действие. Я перехожу немножко на бок, кладу в дальнее колено и ставлю стопу. Беру захват. Представляю, что сейчас я буду делать с коллордрак своего оппонента, рвать его в эту сторону. Бум! Коллордрак. Следующая сцена. Из этого упражнения мы переходим в техникул стендап. Я поднимаю свою ногу в качестве контроля дистанции оппонента. Пум! 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 Оп! Оп! Держу его. По рукой выношу ногу из-под себя. Встаю в стойку. Я в позиции начала поединка. Контроль расстояния перед воображаемым оппонентом. Фиксация рукой. Выношу нижнюю ногу из-под себя. Я занимаю гард. После чего мы выходим в позицию помпа. Пум! Что там дальше? Был. А. Допустим, противник. Следующий оправдение. Пум! Пум! Продолжение следует... 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 расшифровка кота я сломал структуру настинного гарда и зафиксировал сейчас ее таз и ноги отсюда я могу начинать работать на проход но настя моментально реагирует и из этой позиции выходит в бутерфляй гард первое что хочется ей сделать пойти на меня как бы она уже практически в бутерфляй гард но это всегда еще раз это всегда глупо еще раз заодно покачаем пресс для анастасии поэтому настя будет это делать через бок и креветка лежа на спине сначала отъезжает по великому состоянию на теперь на локоть да теперь обратная креветка итак я заблокирован настя выполняет первое упражнение нашего комплекса следующее движение этого комплекса разбираем отдельно мы находимся в позиции сидим гард бутерфляй наша задача схватить лаппел соперника помните мы делали эту технику колор трак на тренировках бутерфляй я одну ногу забираю под себя под таз ну как ближе к тазу вторую спорту и моя рука идет не прямо тянуть так себе а вот здесь мой оппонент то есть вот он оппонент я упор нога и вот сюда не туда оппонент передо мной после чего беру захват сразу привыкаю чтобы мой локоть смотрел вниз не так не так не так локоть вниз взял захват и упражнение очень похоже на то что мы делаем обратный привет тренировок сделал бросок еще следующий элемент нашего комплекса техникал стандарт мы с вами закончили вот в этой позиции такой позиции оказались вставать навстречу анастасии так себе идея для этого умные грейси придумали техникал стендап возможно они конечно откуда-нибудь сперли это но тем не менее они очень гордятся этим техническим действием у меня есть два варианта если говорить о схватке я могу продолжить играть гад могу встать и убежать а еще может быть я еще не научился играть гад но умею неплохо боксировать снизу боксировать так себе но это все прелюдия суть упражнения я ставлю ногу в контроль дистанции между мной насти насти двигайся меня контроль контроль так ставлю ногу для контроля дистанции после этого я буду делать техникал стендап как мы это делаем на разминке то есть нижнюю ногу я буду выносить из-под себя назад и отпрыгивать упор упор контроль ногу я уношу из-под себя вот сюда и увеличивать расстояние небольшим отпрыгивание дяденька не бей меня отдано сочи тетенька контроль дистанция упор на двух конечностях пункт теперь я позиции начала поединка контроль расстояние перед выбранаемым оппонентом фиксация рукой выношу нижнюю ногу из-под себя занимая гард кладка контроль дистанции упор и я уже могу работать простейший гард кладку упор контроль дистанции упор и нижняя нога идет между мной и корпусом упор контроль дистанции упор и нижняя нога не может сосредоточимся на элементе в нашем кота падение вперед после команды обратите внимание я не буду падать просто наклоняться это не совсем по день я буду делать я буду выносить свой таз вперед и по видите я упал реально упал не согнулся чем разница здесь я просто согнулся мне нужно упасть после чего внести колени вместе вот вот такая позиция обратите внимание руки и ноги близко отсюда выношу ногу из-под себя теперь я падаю вперед падаю не на локти не дай бог падаю вот на всю эту плоскость ноги близко дворники я весь собираюсь дворники теперь колено ногу ставим на стопу колено вот такая позиция я весь собран скомпоновал линия сгиба закрытой после этого выношу свою нижнюю ногу из-под себя сейчас мы попробуем сделать наши божж катан объясню суть этой тренировки это не для того чтобы задолбаться не для того чтобы вспотеть не для того чтобы устать а для того чтобы улучшить свои двигательные навыки и понимание этих навыков да мы конечно привыкли к тому что тренировка это когда мы с потерей устали задолбались не всегда так задолбаться вы можете без нашей помощи слава богу доступ к турникам по дворам еще открыт итак наша божжа катана сегодня и начинаем нашу утреннюю гимнастику для тела и мозгов а собственно друзья вот такое простое упражнение простой комплекс простой комплекс комплекс состоящий из простейших движений которые мы регулярно выполняем на разминке сейчас возможно у вас улучшится понимание сути самого движения и вы будете относиться к ним не как к движениям упражнениям существующим исключительно в рамках разминки но и как к серьезным техникам пожалуйста делайте этот комплекс каким бы он сложно вам не казался делайте его перед зеркалом делайте запись и сверяйтесь с моей записью сделайте его настолько изящно чтобы он сам вам понравился чтобы движения были плавными естественными и изящными поверьте нет ни одного движения в этой обойме упражнений которые бы как-то шли в разрез с природой и анатомией которые бы требовали какой-то невероятной гибкости ловкости или физической кондиции просто подумайте и скомпонуйте у себя в голове вот эту цепочку действий это просто это просто положа руку на слой жира прикрывающий слой костей закрывающий мое сердце скажу что неизвестно когда мы сможем записать следующий выпуск неизвестно позволит ли нам продолжать записывать но тем не менее вы можете присылать свои вопросы и по мере возможностей я буду на них отвечать только пожалуйста формулируйте вопрос ну как-то более конкретно не покажи что-нибудь из афгарда или о а покажи сайт контроль что можно из него делать таким образом мы можем засесть в зале на сутки и все равно всего не показать а может быть даже и не ответить на ваш вопрос поэтому формулируйте вопрос четко лучше если это будет какая-то небольшая деталь которая вас интересует окей увидимся и подпишите